Лекция мастера Чёма. Метафизика мозга. Дворец Нефритовы-Скрижали. Настройка и регулирование четвёртого отдела мозга. Значит, следующий мы проходим и последний отдел мозга, необходимый, так скажем, для понимания или создания условий для понимания сути вещей. Итак, этот отдел мозга, который связан с височными долями, ну, я бы сказал бы, уникальный. Во-первых, на него завязаны всё, или все те восприятия, которые характеризуют природу человека. То есть природа человека, да, то есть она воспринимается именно этими отделами мозга. И она может, природа человека, воспринимать и другие формы, если хотите, правильно сказать, переживаний, более высокочастотные, но при условии минимум синхронизации в этих отделах мозга. Конечно, это не есть предел для формирования силы мозга. Для этого в алхимии развивается более углублённая связь с мозгом. Но смысл заключается в том, что это та необходимость, или даже, скажем, предопределённость, которая нам реально может не только налаживать практические возможности, но и формировать самое важное – это гармонизацию мозга. То есть не пройдя эту гармонизацию мозга, то есть мы можем попасть не туда. Ну, открыть центры, которыми не можем управлять, и ещё хуже – открыть центры, которые будут резонировать с другими высокочастотными центрами, и мы тогда уходим в улёт, в отлёт. Но ничего мы сделать с этим уже не можем. А если у нас нет синхронизации, то у нас происходит как раз разъезжание мозга. Конечно, здесь очень сложно говорить по отношению ко всем показателям, в которых мы находимся, но в целом это надо очень учитывать. И даже просто с позиции переживания. Да, ведь что такое переживание? Это способность усвоить или освоить различные энергетические показатели, которые внутри нас есть. Когда мы находимся в состоянии раздражения, мы не можем осваивать их, даже если это раздражение вызвано какими-то более высокими частотами. Потому что у нас может не быть усилий выше тех раздражений, но если они низшие усилия, то они формируют и временные клетки, которые нам не дают возможности даже опереться на необходимую форму мышления, в первую очередь для практики, конечно. Но ещё раз я говорю, что если вы не сформируете переживание более высокого порядка, то есть то, что будет у вас усваиваться, вы не сможете опереться на практику. На практику надо опереться. Практика – это не поход куда-то в горы, это процесс движения в сторону горы. И вот именно осваивание вот этого процесса очень важный и необходимый принцип достаточности, который, конечно же, приводит на определённом этапе к состоянию самодостаточности, потому что вы не только генерируете, вырабатываете, но ещё входите в связь с другими, скажем, потоками энергетическими. Самое главное – вы их усваиваете и обрабатываете, то есть оперируете ими. Любая практика – это оперирование чем-то, а не просто пребывание в чём-то. В этой связи и важно, конечно же, относиться к любому практическому действию, именно практически, а не по причине любого вида приобщения. То есть это работа, которая должна быть, даже если вы просто сидите сейчас, слушаете, надо быть в том тональном состоянии слушания, чтобы это было не просто времяпрепровождение и отработка этого простого времяпрепровождения, а работа на повышение и осваивание усилия. Помимо всего прочего, это парный отдел мозга, который сам является по себе геометрически выверенным уже в законах порождения по отношению к другим отделам мозга, выверенный именно в тех частотах, которые позволяют нам не только вырабатывать, скажем, трёхуровневую клетку, но и задавать ей направление. То есть это уже зависит от степени сосредоточенности, то есть насколько увязаны они по отношению к друг другу, эти отделы мозга. В принципе, вы можете оценить, находитесь ли вы на уровне достаточном в познании чего-то, это постоянное восприятие вот этой связи между двумя висками. Постоянное. Идёте вы по улице, разговариваете, вы занимаетесь или чего-то. Если вы не воспринимаете это усилие, то значит, у вас есть опасность, что вы можете уйти либо в разбалансировку, либо в потерю возможности что-либо делать с тем, что вы развиваете. Но самое главное, то есть практика может вас отключить. Я говорю с позиции алхимией, потому что кто-то занимается именно практикой, чтобы отключиться от этого мира, действительности, это их право, но алхимически мы должны оперировать всеми процессами, которые внутри нас происходят, и они не должны оперировать нами, даже если они оказывают какое-то влияние. И вот этой подушкой безопасности является именно правильная проработка висков. Для женщины это является вообще очень важно, так как завязана, в отличие от мужчин, природа женщины именно на височные доли, а вообще, грубо говоря, на те же яичники. То есть женская половая клетка, она вырабатывается согласно работе данной зоны мозга. И очень важно, конечно, поддерживать, чтобы не происходило нарушение внутри тела. Ну и для мужчин это очень важно. Но мужчины, у них активны более высокие, ну, среднестатистические отделы мозга, ему добраться еще до висков нужно. Хотя, конечно, есть и с пониженными вибрациями, но, видите ли, здесь надо, я говорю, что наш мозг это формула, не то, что мы вырабатываем еще, а как мы это обрабатываем. И вот когда мы удерживаем собранности, мы внедряем базовую функцию обрабатывания энергии, по сути, которая приводит нас к способности питаться более высокими, или, так скажем, даже самыми высокими ингредиентами, которые наше тело может вырабатывать. Вот, но без, не забывайте, без в шейных отделах, без нивелирования затылочного и очистки мозжечка будет, или может быть, очень сложно работать с этой зоной, так как может оказываться влияние, там, пренатальное, или даже постнатальное, которое выработано. Ну и помните, да, вот когда мы разобщаемся, или когда мы слушаем, какую степень поражения мы можем наносить или разрушения, связанные с этими отделами мозга. Вот, собственно, это так базовое понимание. Ну а после этого уже можно начинать строить все остальное. Ну и, по сути, идти выше, не отстроив этот аспект, ну, я не рекомендую, но это дело каждого, к какой степени безответственности человек может нести работы своей головой, но это очень важно. То есть, вы поймите, это начало. То есть мы формируем только начало. То есть не сгармонизировав свою голову, в первую очередь, мы будем ограничены в нашем движении вперед. То есть даже если мы не можем по какой-то причине пойти выше, но мы сгармонизированы, да, то есть, по сути, мы, как я говорю, о выстраивании геометрии мозга, мы уже имеем очень высокую достаточность, которая позволяет нам не разрушать наш дух. Зачем нам нужна гармонизация мозга? Чтобы просто не разрушать наш дух. Субтитры создавал DimaTorzok